привет друзья сегодня вторник у нас во флориде такой вот прекрасный денек не жарко но и не очень тепло вот в таком батнички стою сейчас подключиться джордж мой друг вы знаете по вторникам мы делаем совместные эфиры отвечаем на ваши вопросы обсуждаем различные интересные темы так что если есть вопросы готовьте пишите будем потихонечку обсуждать их какие у кого насущные темы кстати кто что думает по поводу тренировок для девушек должны ли они как-то существенно отличаться от тренинга для мужчин естественно с точки зрения с точки зрения подхода к выбору упражнений вы знаете у меня есть две книги для тренинга отдельно для мужчин отдельно для женщин действие каждые нормативы тесты ступени которые вы должны пройти перед тем как вообще задумываться о периодизации о каком-то либо в индивидуальном подходе вначале естественно друзья нам нужно построить я об этом уже не раз говорил силовую базу силовой фундамент и кстати недавние последние исследования подтверждают то о чем я вам всегда говорил что база это наше все базовые движения два базовые упражнения очень и очень важны кто знает почему и чем на самом деле существенно отличается база от изоляции друзья особенно для тех кто не занимается профессионально для того чтобы выступать на различных соревнованиях по бодибилдингу куда входит и фит из бикини мэнс физик естественно любые номинации все это бодибилдинг если кто-то не знал так вот друзья почему нам с вами преимущественно нужно делать базу особенно если мы занимаемся еще другими видами активности к примеру футболом баскетболом волейболом неважно хоккеем очень многие люди совмещают тренажерный зал и какой-либо вид игровой спорта так вот запомните когда вы тренируетесь в изоляции вы нарушаете нервномышечные связи которые будут вам полезны которые должны быть вам полезны и помогают в осуществлении сложно координационных движений действий база наоборот база подключает сразу много мышечных групп и эти связи только улучшаются если вы преимущественно работаете исключительно в тренажерах исключительно в изоляции вы только вредите себе особенно если исключаете базу вообще я не раз говорил уже и буду говорить об этом еще что база всегда будет лучше и преимущество будет иметь перед изоляцией даже если вы хотите исключительно построить красивое спортивное подтянутое тело как для парней так и для девушек и для парней и для девушек на первом этапе очень важно делать четыре движения которые будут разделены на два дня в первый день это приседания и отжимания от грузов вы прекрасно все это знаете уже а второй день это становая тяга и подтягивания но можно менять местами вторые упражнения примеру можно совмещать приседания с подтягиваниями если вам так легче а становую тягу с отжиманиями от грузов но важно прогрессировать на начальном этапе именно в этих четырех упражнениях причем прогрессировать как в силе увеличивая количество повторений так и увеличивая веса на штанге а в работе собственным весом в подтягиваниях поджиманиях от грузов естественно вес нашего собственного тела будет служить тягощением и мы можем только увеличивать количество повторений пока вы не достигнете определенных силовых нормативов отдельно для мужчин отдельно для женщин все это указано в моих книгах вы не должны задумываться о том чтобы дополнять свой тренинг какими-либо другими упражнениями вы будете только вредить себе вредить в плане прогресса в плане тех результатов которые вы можете достичь так вижу джордж потихонечку подключается будем эфир продолжится друзья вы кстати не забывайте пишите вопросы на которые хотели приветствую я сегодня в таком стиле ты меня слышишь да да прекрасно слышно у меня так тихо тебя слышно вообще но это наверно беда наушников скорее всего они такие дохлые добавь громкости просто вот вообще на полную сделал да ну ладно окей слышу да ты на улице что где-то там как с интернетом кусками что-то начинает но сейчас можешь прокашляться тогда тоже что-то было такое зависаешь немножко может и тоже а ты интернет через что сейчас подключил через вай фай через вай фай в телефоне у тебя есть отключи вай фай может просто с телефона будет думаешь а он не сожрет у меня много это эфиры тут а я не знаю как у вас у нас в штатах пофигу безлимитно сейчас секунду да есть какие-нибудь пожелания о чем сегодня поговорить я вот затронул немножко тему именно тренинга тренинга связанного мужским и женским направлением если у тебя какие-то наработки ты же давно уже тоже у меня кстати есть и один вопрос тема такая пока я не забыл слышно да мне что-то блин хочу напомнить вам что вышли в свет две мои книги отдельно для девушек отдельно для парней серия фак фитнес вы обязаны изучить эти книги если вы являетесь персональным тренером инструктором если вы хотите получать грамотные знания о том как правильно начать тренироваться чтобы не навредить тебе и самое главное чтобы вы шаг за шагом ступенька за ступенькой поднимались улучшая свое здоровье насколько меня сейчас хорошо слышно или не слышно ну как сейчас друзья со звуком слышно меня нет пишите в комментариях чтобы я понимал слышно меня или не слышно сейчас получше да не знаю когда джордж подключился почему-то стало плохо слышно алло я здесь почему-то когда ты подключился стало плохо слышно в тот раз люди написали сейчас вот не знаю слышно нас друзья я тебя слышу джордж не знаю что в чем дело это все правительство не хотят вроде вроде бы не смогли общаться какой у тебя вопрос там был блин забыл а на тему вы знаешь такой мне был извечный это может быть не совсем в тему и как бы на тему спорта допустим вот есть такое утверждение что что нужно воздерживаться от секса до соревнований что ты ставишь по этому поводу это серьезный вопрос на самом деле что я тебя прослушал ты завис там ведь что давай еще раз есть такое утверждение что что нужно воздерживаться от секса до каких-то ответственных соревнований слушай вообще вот эта тема кстати очень интересная я пару раз обсуждал ее есть такая практика действительно многие читают что там становишься медленней ноги медленнее двигаются ну кстати скажу что на мне это не сказывается даже там за два часа например я играю в хоккей воротах ну я себя прекрасно чувствую конечно я не играю на таком а я заметил что вот у меня даже были соревнования там вот по англеслингу я там все жестко то есть вообще и и как-то я наоборот сделал это в четверг а соревнования в субботу и я почувствовал себя совершенно вот таким спокойным потому что я заметил копится такая напряженности агрессия да и она тебя может подвести вот как раз в финальной стадии согласен согласен когда что там где нужно спокойствие вот эта концентрация мне кажется наоборот это даже вредит а кстати хорошая тема вообще о воздержании сейчас очень много воздержанцев появилось на мой взгляд если мужчина пропагандирует воздержание это не мужчина тем более когда говорят что это идет на пользу вообще друзья вы должны знать это сейчас касается мужчин женщин не знаю есть такое понятие как дай бог памяти старею тоже уже в общем медицине есть такое понятие сейчас не вспомню как она называется точно но если вы начали жить полу а половой жизнью и вдруг перестаете эти с этим заниматься то может наступить импотенция у меня даже было пару друзей таких которые это делали потом начинали естественно потом сложно было найти женщину сексуального партнера и у них через какое-то время два года было вот у одного друга отсутствие секса после начала и у него начались там проблемы с эрекцией именно и и друзья это все очень легко и легко научно обосновывается ведь если вы не не кончаете скажем так хотя бы раз в неделю а по медицинским нормам нужно это делать раз в четыре дня то происходят застойные процессы сперма не обновляется естественно будет понижаться а не повышаться уровень тестостерона и вы понимаете что на здоровье это сказывается негативно мы даже сейчас не говорим с вами потенцию что будут проблемы с эрекции мы говорим именно о том что могут возникнуть проблемы даже и из пристательной железой а пристательная железа это сейчас на первых местах по заболеваниям и по раку и почему мужики мрут она очень маленькая пристательная железа можно сказать это второе сердце мужчины вообще это очень очень важная железа Она очень маленькая, у женщин ее нет. Поэтому, друзья, если вкратце говорить, воздержание это плохо. Но это не значит, что вам нужно там постоянно ни с кого не слазить. Нет, естественно, во всем нужна какая-то там норма. Но если вы по молодости занимаетесь сексом каждый день, я думаю, что это... А если в зрелом возрасте, как по молодости занимаешься, ничего? Ну это тогда ты вообще просто красавчик. Представляешь, насколько ты сохраняешь уровень гормонов своих? Да, я тоже верю в это. Просто на самом деле сейчас в мире очень много тоже заблуждений. Пытаются как-то принизить гормонозаместительную терапию. И я понимаю, почему это происходит. Почему это происходит в России. Сейчас это совершенно понятно. Ведь повысили пенсионный возраст, соответственно, люди довольны. А вы должны понимать, что человек... Почему вообще повысили пенсионный возраст? Нет денег якобы у государства. На себя есть там. Почему-то за три года все друзья Путина стали еще богаче, только народ беднеет. Но смысл не в этом. Государству невыгодно платить вам пенсии. Выгодно, чтобы вы помирали. И, естественно, тестостерон – это самый главный мужской гормон, это ваше здоровье. Если он у вас не вырабатывается, а он уже после 30 лет очень сильно падает, естественно, мужчина не хочет секса, он ничего в принципе не хочет. Он только жрет, и вы видите таких мужиков, которые... Да и мужиками-то не назвать. И женщинами тоже. Это существа хуже. Просто с ними общаться даже нельзя. Даже особенно у меня были такие партнеры по бизнесу. Это страшные люди, реально. Это, ну... Когда мужчина не хочет женщину, это уже проблема. Ну, это уже, да, это такое некое отклонение, потому что если там взять много-много, там, ну, тысяч лет назад, допустим, люди как бы, ну, питались иначе, там, вели образ жизни другой, физики много было, да. А сейчас мужчина превращается в некое такое желеобразное существо с большими... В первую очередь, конечно же, из-за экологии. Вы не забывайте, я об этом не раз говорю, раньше эта информация была свободная, сейчас ее сложнее найти, но возможно. Уровень тестостерона у мужского населения планеты после Второй мировой войны упал в два раза. Понимаете, он понизился на 50%, потому что никто не знает почему. Все говорят, что как раз-таки начались тогда вот эти манипуляции с едой, что еда стала не содержать ни витаминов, ни микро, ни макроэлементов. С одной стороны, вроде бы как бы хорошо, да, мы можем сейчас не переживать, что мы умрем с голоду, но, с другой стороны, мы недополучаем всего того, что нам нужно, а, как многие медики говорят, что искусственные витамины все равно не могут заменить тех витаминов, которые мы должны получать с едой. Ну, ты со скольки лет витамины пьешь? Я вот помню себя, я нашел у бабушки комплевит, и мне было 17 лет. Я уже тогда прочитал все журналы Флекса, Флекса я еще, наверное, в 14 начал читать. А, нет, в 96-м году, вот, мне брат принес журналы, и я вот, тогда я заболел этим всем. Лучший журнал на тот момент был в России. Да, у меня они до сих пор есть, они прямо у меня вот лежат, все вот тут потертые, но я их храню. Да, я вообще люблю эти журналы. На самом деле, я не могу сейчас вспомнить про витамины. Я раньше занимался единоборствами, и я вообще ненавидел качков, мне считалось это уродством, серьезно. Ну да, мы все начинали с единоборств. Меня заставил тренер мой, у меня всегда были диспропорции, у меня очень были крепкие ноги, и верх села был, ну, грещавый такой, я очень сильно, знаете, как в комиксах отличался, только наоборот, обычно рисуют дрещавыми ногами, а я был наоборот, у меня были такие мощные ноги, как будто я всю жизнь приседал, и очень дрещавый верх. И, ну, я ненавидел, я ходил туда только потому, что меня заставляли как-то, я там больше растягивался, подтягивался, там, на брусьях отжимался, а потом постепенно-постепенно вот заболел, и сейчас я настолько больной, неадекватный человек, я это понимаю, мне теперь нетренированные тела кажутся уродскими, я не воспринимаю, но я понимаю, что это ненормально, но вы сейчас должны понимать. Да, это такой некий снобизм, но, блин, уж простите, тяжело, у меня такая же фигня есть тоже. Самое главное, что мы с тобой понимаем, что это ненормально, но тебя уже не переделаешь, это нужно понимать. Вообще, медики говорят, что если человек абсолютно уверен на 100%, что он самый умный, что он вообще всегда прав, что он здоровый, даже намек они допускают на какое-либо отклонение, это патология, только больные, шизофреники только так мыслят. Поэтому задумайтесь, среди моих друзей тоже есть такие люди, и с ними общаться очень тяжело, приходится всегда выбирать слова, что говорить, чтобы, дай бог, не обидеть. И вы можете таких людей заметить, такие люди обычно любят ржать и прикалываться над другими, но попробуйте пошутить только в их сторону, это воспринимается крайне, это закомплексованные чмари, ну вот серьезно. Ой, exactly. Что вы, кстати, думаете, друзья, по этому поводу? Я вообще заметил, что когда я занимался единоборствами, ты, наверное, тоже, Джордж, заметил, я был очень спокойный, меня всегда приводили в пример, меня нельзя было вывести из себя. Да, я всегда был спокойный. Это как Будда. Но когда я стал заниматься бодибилдингом, особенно, ну, может быть, еще жизнь так немножко сложилась, я стал более агрессивным. Я стал себя на этом ловить, и меня это стало еще больше. А потому что у тебя тестостерон полетел вверх-то. А мы же понимаешь, хоть натурально, хоть ненатурально. Ну, я имею в виду, даже натурально ведь тесточ тоже повышается в любом случае. Извини, а у балерин тестостерон тоже повышается, у них месячные пропадают, и, как говорится, грудь тоже усыхает, потому что они пашут как кони. Поэтому любой профессиональный спорт, а Джордж скажет, он готовился и выиграл Арнольд Классик, это не здоровье. И вот это все проблема, да? Да, Арнольд Классик это вообще самая жесть была. Я же реально думал, что я, ну, вот умираю, я как бы понимал, что нездорово я что-то себя чувствую. Это ужасно было. И вот эта, знаешь, победа такой ценой, блин, и почки испорченные, ну, нафиг. Меня, кстати, вот сильно очень огорчает нынешнее состояние, в основном в Америке, не знаю, как в России у вас. Ведь бикини, номинация была придумана, как красивое спортивное женское тело, да? А сейчас, почему ввели еще там модель или фигуру, я не помню, как точно называется. Потому что судьи стали оценивать бикини уже через суперсухость, то есть через какие-то кондиции, которые присущи именно классическому бодибилдингу. А это неправильно. Да, да, да. И девочки сейчас... Я понимаю, о чем-то. Я многих готовлю, многие просто теряют месячные, потому что приходится очень сильно сушиться. Ко мне сегодня в зале подошла девочка, а я знаю, что она готовится. Вот как раз, по-моему, номинация модели вот эта. Или, может быть, бикини, не знаю, не суть. Мне кажется, это как бы близко, да, модели бикини, нет? Можно на бикини одеть платье. Ну, нет, это нужно в бикини сейчас, если ты не сухая, если у тебя не виден там приезд в Штатах, тебя тоже не поставят. Просто она подошла ко мне, она подошла и сказала, мне нужна твоя консультация, как бы, я говорю, ну, по поводу. А мне, говорит, соревнования, сейчас первые пробные, и вот потом 6 апреля Питер, чемпионат Питера. И как бы вот довестись, ну, чтобы на сцену довестись, что мне нужно есть, как мне нужно с водой делать. И она прямо, я вижу в глазах ее, такой, знаешь... И фук. Да, потому что я знаю это чувство, когда ты начинаешь в последний момент эксперименты. Что-то надо, может быть, улучшить как-то еще. А нельзя этого, да. Ну, вот завтра я с ней поговорю, мы договорились, завтра встретимся, и я ей расскажу все. Вот, так что... А, слушай, вот второй вопрос, пока не забыл. Я как-то где-то слышал в твоих видео, вот ты сказал, что предтренники – это зло, как бы, я с тобой согласен в этом, но ты сказал, есть только несколько в мире предтренников, которые реально безопасны. Я бы хотел, чтобы ты, если мог, озвучил, какие это... Ну, я не буду, как бы, там, называть фирмы или что. Просто, если вы видите, что в предтреннике присутствуют сразу там таурин, гуарана, кофеин и все, что только можно, то пить это, конечно, нельзя. Самый лучший предтреник и безопасный предтреник, который только может быть, его и предтреником не называют. Это чистый аргинин. Попробуйте пить чистый аргинин. Во-первых, это выброс гормона провоцируется сразу, нашего любимого гормона роста. Если вы будете его пить за 40-30 минут до тренировки и за 40-30 минут до сна, это как раз получается на голодный желудок, она работает только на голодный желудок, вы будете получать очень много бонусов. И памп от этого, от чистого аргинина, ничем не хуже, чем памп от любых предтреников. Потому что, если вы хотите проверить мои слова, загляните в любой предтреник, и основа, база предтреника, это все-таки аргинин. Все остальные добавки призваны только усиливать ваши психические состояния. И как раз-таки все эти добавки, которые сейчас очень суперсовременные, практикуются, рекламируются, как ядерные взрывы, сумасшедшая ярость, это ваша психика, друзья. И у меня в зале, только в одном зале в Америке, три раза при мне приезжала скорая помощь. Без меня еще приезжали. Только из-за того, что люди пили предтреники. Представьте себе состояние, вы отработали, или отучились, 8 часов. Ну да. То есть, организм тухнет, а ты уберешь у него ресурсы вдруг, и потом он отпускает. Здесь даже не что. Я пробовал пить предтреники. Это знаете, на что похоже? Это похоже на предобморочное состояние от современных предтреников. То есть, бьет очень сильно, мощно в голову, как будто давление поднялось, а так оно и есть. И, во-первых, нагрузка на сердечно-сосудистую систему, и она в первую очередь отказывает. Реально можно умереть, если вам вовремя не окажут там медицинскую помощь. Да, поэтому я решил завязать с предтрениками, сегодня последний раз пил. А вот вопрос такой давай прочитаем. Чуть-чуть не в тему, но очень хочу спросить. Стандартный набор спортпита для девушки, занимающейся в спортзале. Цель уменьшения жировой прослойки, но при этом мышечную массу сохранить и даже прибавить. Очень хороший вопрос, и показывает как раз-таки, друзья, вот мифы вот этих современных всех фитнес-инструкторов. Во-первых, вопрос построен так, что видно, что как раз-таки человек во власти находится в всей этой ереси. Друзья, для девушки самое первое, что это нужно понимать, это не спортпит, и это даже не тренировки, а грамотное, хорошее питание. Джордж, как спортсмен, скажет вам, как только вы начинаете убирать мусор из питания, пить достаточно воды, чистой воды, друзья, туда не входят ни борщи, ни супы, ни стоки, и тем более ни молоко, ни кофе, ни чай. Как только вы что-то добавили в воду, это, друзья, уже перестает быть водой. Вода и чистое питание – это первое. Второе, что нужно помнить, мы уже говорили с Джорджем в прошлом выпуске, что если вы хотите сохранять мышечную массу, даже увеличивать ее, но при этом терять жир, и я об этом говорю постоянно, а сейчас вот вышли буквально на днях исследования, которые подтверждают мою теорию, только, друзья, силовая работа. Кардиоработа, она нужна только для того, чтобы размяться перед силовой работой и замяться. И вы можете гулять вечером, вот гулять вечером в таком темпе, спокойненьком, чтобы было не совсем расслаблено. То есть ты хочешь сказать, кардио вообще не нужно тогда делать? Конечно, смотри. В каких случаях оно необходимо? Кардио, необходимо, специальная кардиоработа, как говорил Силуянов, необходима только в таких очень специфических видах спорта, где нужно увеличивать полностью сердце, гипертрофировать его и в Д, и в Л гипертрофии. Но это, друзья, не здоровье. Нам внушают, что без кардио не будет здорового сердца. Друзья, вы должны знать, что сердце – это априори. Как только вы родились, это самый здоровый, самый полноценный орган. Если было бы не так, то вы бы все умирали, потому что кто тренирует сердце? Вообще единице. И такой миф, что если вы тренируетесь железом, то сердце как бы не тренируется. Это неправда. Сердце всегда тренируется. Ну конечно, если сделать со 100 килограммами 20 приседов, там сердце так. Да, попробуйте, никакое кардио. Так вот, я просто о нюансах хочу сказать. Когда вы правильно начинаете питаться, чтобы похудеть, садитесь немножечко на диету. Естественно, организм включает какие-то стрессовые ситуации. А вы должны знать, что всем в организме нашем правит самый главный закон – это гомеостат. Сохранение, да, баланса. И когда вы еще добавляете к этому кардио, а кардио, в отличие от силовой работы, это не анаболизм, это катаболизм. Вы разрушаете мышцы, сохраняете жир. И даже если… Хорошо. Что я должен сказать клиентке, если она хочет идти на кардио после часовой силовой тренировки, она хочет… Об этом говорят профессора, которые занимаются спортом. Мой друг, ученик Виктора Николаевича Силуянова, Стефан Диас, вы видите его на моем канале, он постоянно говорит. И вы откройте книжку «Изотон», самая простая тоненькая книжка Силуянова. Там написано, как только вы сделали кардио-работу после силовой работы, вы перечеркнули всю полезность силовой работы. Потому что анаболизм в организме вы переключили на катаболизм. И смотрите, еще такой факт. Джордж тоже об этом знает. Когда вы потренировались в силовом стиле, в силовой манере, организм меньше пережигает калорий. Да, но не в этом суть. Но зато он не останавливается еще как минимум сутки. Как минимум, помните. Кардио пережигает больше работы, больше калорий за единицу времени. Но это происходит только в момент того, как вы выполняете эту работу. И если у вас нет силовой работы, вы сидите на диете, не используете стероиды, вы будете превращаться совершенно не в то, что хотите. Вы будете сохранять жир, он, естественно, тоже будет плавиться. Но организм, в первую очередь, будет отдавать мышцы как ненужные. Потому что мышцы требуют на себя очень много дополнительной энергии. Но это и хорошо. Вот представьте, когда вы тренируете мышцы, если они у вас увеличиваются, если вы правильно питаетесь, то вам кардио не нужно. Потому что сами мышцы служат как бы уже кардио-работой. Они забирают на себя даже в состоянии покоя очень много энергии. А если вот она скажет, а мне надо потратить еще больше калорий, я хочу, вот поэтому пойду на кардио, допустим. Что я должен сказать? Ну, ты должен, значит, ей сказать, как инструктор, что это нужно делать только в интервальном режиме и не после силовой работы. Между силовой работой и кардио-работой хотя бы должно пройти шесть часов. Четыре часа. Ну да, шесть часов. Шесть часов хотя бы. Но, друзья, лучше сделайте лишний подход к приседаниям или там становых тяг. Отожмитесь, подтянитесь. Это будет больше пользы. Я сегодня, кстати, с девочкой там общался. Она говорит, я ей показал, как присед тоже делать и правильно. А потом она мне говорит, а кардио сколько мне делать? Я говорю, вот здесь твое кардио. Совершенно верно. Я говорю, как мне жирок поджечь? Я говорю, вот здесь ты его подожгешь. И на штангу показываю. Я говорю, все, я говорю, это все вот здесь, пожалуйста. Все очень просто. Но надо запоминать, что если вы тренируетесь по самой лучшей методике, но питаетесь, а кардио не будет никакого. Для многих это непонятно, Джош. Многие пытаются за счет тренинга нивелировать те процессы, которые они, понимаешь, поднимают неправильным питанием. Поверь мне, 90% людей верят, что если они жрут неправильно, но хорошо выкладываются на тренировках, то это не имеет значения, потому что тренировка как бы убирает эти негативные моменты. Я, да, слышал такое. Против своих людей. Нет, многие так думают, да, многие, я знаю. Ха, интересно. У тебя больше учеников кого, мужчин или женщин? Женщин. И у меня тоже. О чем это говорит? Женщины более серьезно подходят к этому. Да, я уже об этом тоже говорил. Они более, на самом деле, как бы, немножко, можно что-то сказать, трудолюбивее. Мужи, очень хотят на результате. Женщины на самом деле, как многие мужики сейчас меня, как бы, конечно, там проклянут, но, друзья, женщина сильнее, умнее, выносливее чисто по природе, генетически, потому что ваша задача, что, всунул, вынул и убежал. Женщина вынашивает, рожает ребенка, восхитывает его, и поэтому это все нормально. Женщина больше, более качественно подходит ко многим вещам, которые связаны со своим здоровьем. и, кстати, это еще, почему, плохо, потому что очень много неправильных тренеров, а девочки, почему-то, очень привязываются к своим тренерам и считаются, что уже идти к другому тренеру, это как измена. Друзья, девчонки, это неправда. Если вы видите, что ваш тренер в чем-то, к примеру, не понимает и делает вам, дает то, что не сходится с теми научными данными, которые сейчас есть, то меняйте его смело, ничего в этом плохого нет. А еще вопрос для девочек, наверное, актуальный. Вот сделала, допустим, женщина грудь себе, да, ставила импланты, стоит ли ей вообще тренировать, ну, как бы, область груди, ну, делать жимы, вот эти сумасшедшие, там, оно не как бы не испортит ей форму? Кстати, очень хороший вопрос, и форму не испортит, но смысл в том, что девушки, вот единственное отличие, на мой взгляд, от мужского тренинга, что грудные мышцы нужно тренировать совершенно по-другому и для других целей. К примеру, жим лежа нужен только, если вы хотите повышать, как бы, силу всего плечевого пояса, работать именно, как бы, на усиление своих силовых показателей. Для девушки самые лучшие упражнения это остаются брусья, потом жим гантелей под наклоном, и знаешь, такой вот пулловер, любой пулловер, в принципе, ну, в кроссовере, когда притягиваешь рукоять внизу. В принципе, вот этих движений для того, чтобы прокачать грудные мышцы, девушке вполне достаточно. Тем более, перекачанные такие вверх грудных мышц, даже если у вас импланты или нет, это некрасиво. Ну, да. Но тренировать их нужно, просто не нужно столько упражнений, как мужчинам. Да, да, абсолютно. У женщины же грудь это чисто, как бы, такая же железа, там, жир в основном, но верх грудных мышц, он все равно присутствует, и его для здоровья, для полноценного развития, для того, чтобы не было дисбаланса с плечевыми мышцами, ну, правильно говорить, с дельтой, не нужно обязательно давать нагрузку. Ну, да, просто такую, среднюю, ниже средней, чисто, в многоповторном режиме. Правильные упражнения, правильные упражнения. Угу. Ну, а ты считаешь, кстати, вот хамеры, тренажеры, ты считаешь их вообще, ну, достойными, чтобы в них работать? Мне очень нравятся хамеры, я очень люблю. А можно, вот, говорят, да, там, допустим, жим лежа, жим лежа, а неужели нельзя заменить жим лежа на жим в хамере? Ведь, по сути, работают те же мышцы. Заменить нельзя, потому что, во-первых, я, честно говоря, и придерживаюсь такой точки зрения, об этом говорят многие специалисты, но их очень мало по сравнению с другими специалистами. Жим лежа нам нужен в первую очередь для построения силовой базы всего плечевого комплекса. Если вы хотите изолировать грудные мышцы, то лучше поработать с гантелями. Но смотрите, в чем разница, единственная разница между тренажером и свободным весом. Только в том, что подключаются к работе дополнительные мышцы. А если мы говорим о натуральном тренинге, это всегда лучше. Но если вы хотите изолировать, изолировать конкретно какую-то мышцу, то, конечно, можно работать и нужно работать в тренажере. Но только после того, как вы сделали что-то базовое. К примеру, поприседали, произошел хороший мощный стресс, произошли выброс гормонов, хотя многие тоже в это сейчас не верят. А потом закачали уже эти гормоны с помощью изоляции в ту мышцу, которую вам нужно. Но знаешь, что самое важное, Джордж, что вот нужно объяснять людям? Если ты не тренирующийся, не выступающий спортсмен именно в бодибилдинге, в любой номинации, то тебе нужно работать преимущественно в базе. Особенно, если сейчас абсолютное большинство совмещает тренажерный зал и какой-то игровой вид спорта, как я, к примеру, хоккей. Ну да. Вот смотри, ты же знаешь, что есть такие нейроны, аксоны, которые отвечают за движение, а эти связи нарабатываются. Когда ты работаешь исключительно в изоляции, нарабатываются те связи, которые нарушают нормальную биомеханику любого движения. Мы нигде в жизни ничего изоляционно не делаем. У нас все мышцы поэтому и связаны. Все фасции и мышцы между собой как бы переплетаются. Для чего это сделано? Потому что когда мы двигаемся, выполняем сложно-кордиционное действие, нам нужна очень слажная работа всей мышечной системы. Чтобы плавно передавалось движение с одного сустава на другой. Ну, я думаю, это объяснять не нужно. Так представьте, когда вы нарабатываете себе движение исключительно где-то в изоляции, вы нарушаете координацию напрочь. Я даже помню, такой пример был, не помню, с какой страной, возможно, даже с Советским Союзом, когда пытались очень сильно поднять баскетбол и, кстати, хоккей. Пытались учить людей броску и удару, понимаешь, отдельно всему. Это все равно, что, знаете, вот как в анекдоте. Вот вам бассейн, а где вода? Научитесь нырять, нальем вам воду. То же самое, друзья. Получалось нарушение координации. Нельзя разучивать какое-то сложно-кордиционное движение путем наработки отдельных его участков. Это очень плохо, потому что будет нарушаться общая координация всей нашей мышечной системы. Вот о чем многие тренера даже не задумываются, к сожалению. поэтому я за базу. Просто у нас, видишь, в армейстинге тоже базовое упражнение жим-лежа, как бы, вот. А я его не делаю, потому что из-за того, что у меня диспропорция, у меня, ну, я тебе говорил, из-за грыжи. я жму по одной руке, по одной стороне в хаммере, вот так просто, как бы. У тебя ситуация, видишь, такая, тебе некуда деваться. Мне некуда деваться. Ты, кстати, что-то решил, будешь делать операцию? А сейчас, чуть попозже, начну по специалистам ходить, именно, чтобы, знаешь, не сразу кинулся, режьте. Ну, к нескольким схожу, и, ну, да, как будет, так и будет. Потому что в твоем случае, насколько я понял, происходит, ну, только ухудшение, тебе нужно как можно быстрее. Ну, ты знаешь, она застыла в одном, как бы, она не ухудшается, но уже долгое время просто, и надо что-то делать, да. Но она не ухудшается, то есть атрофировалась до какого-то момента, но она там просто есть, но такая, меньше гораздо, чем левая грудь. И трицепс тоже. Расскажи лучше нам всем, это очень актуально, на мой взгляд, и девчонкам, и парням, ты же проходил вот не раз процесс, да, жиросжигания, не будем говорить сушку, потому что сушка это там отдельная тема. Душу сжигания, я бы сказал. Расскажи именно, как вот ты себя заставлял, ведь нужна сила воли на первых этапах, чтобы перейти на правильное питание, но мозг потом все-таки подстраивается, да, сколько тебе вот понадобилось времени, чтобы мозг уже перестал требовать какую-то дрянь, может, ты ее в принципе и не ел, там знаешь, многие любят, сладкое, организм требует. Какие-то ощущения? Да, я начал вообще, ну, заниматься бодибюдингом, я еще не думал выступать, да, и меня там тренер все, который был в подвале, в том, он чемпион СССР был на тот момент, Раев Борис Алексеевич, и он мне говорил, давай, готовься, готовься, по юниорам тогда еще, мне еще было мало лет, я еще никакой, конечно, химии, ничего этого не было, и первая моя химия, это было мне 21 год, и тогда я решил выступать, и не поверишь, я готовился по книжке, энциклопедии Арнольда Шварценеггера. Ну, а мы все, мы... Первые соревнования, вот прям все, вот каждый день я в этой книжке сидел, прочитывал одни и те же страницы, но по-разному понимал, потому что для меня это был дикий лес, и я не с кем было советоваться, просто вот я сам решил готовиться, и все, уже я не ходил к тому тренеру, я просто ходил в обычный зал, и я каждую свою подготовку готовился сам, ни одного тренера у меня никогда не было, но я очень много советовался со всеми, знаешь, даже вот тот же Густаво Бадл, о чем у меня было с ним беседа, когда он увидел меня в клубе Квинокс в Майами, он подошел и говорит, типа, о, ты здоровый, you so big, там, что, готовишься куда-то? Я говорю, да, вот на Арнольд, я тогда набирал, и он мне говорит, у тебя такая небольшая сыпь на плечах, это плохо, я такой, думаю, бля, какая сыпь, где там, что там, три каких-то маленьких точечки, но он настолько к этому прибрался, и я вот понял, отличия тоже вот в этом профи в Америке, ну, на Западе, там, не знаю, потому что в Европе, они очень относятся ко всему, вот, скрупулезно, и вот, то есть даже вот эта сыпь, это уже непрофессионально, это значит, что у тебя где-то что-то плохо, печень там, еще что-то, то есть он мне говорит, иди, проверь печень, я офигел такой, блин, да, ну, ты заметил, знаете, что в Америке же химичат больше, все равно, чем в России, о, да, конечно, ты заходишь в зал, и ты видишь, реально, ну, всегда людей, которые находятся, но таких вот, знаешь, именно прыщавых таким, всех в окне, здесь гораздо меньше, они, если их меньше, это говорит о чем, что они более грамотно подходят, к потреблению, к питанию, это можно на форумах даже посмотреть, на наших, и на их, какое общение, на их, скажем так, более вдумчиво, ну, много таких вещей, ну, слушай, страшная вещь, тебе не кажется? Форумы? О, да, я же был на форуме, ну, я никому не советую, когда мне многие пишут, а вот на форумах то, на форумах это, я говорю, ну, представь себе, такой же, как и ты, напишут что-то вот просто, помойка, да, а вы это воспринимаете как, никогда не воспринимаете информацию с форумов, как, вообще, как информацию, точно, так, давай еще, лучше потратить время, да, на какого-нибудь хорошего специалиста, один раз, к примеру, купите у него консультацию, подготовьте, или наберите в ютубе, в ютубе Силуянова, посмотрите, да, ну, Силуянов по форумам не расскажет, конечно, но, по крайней мере, как грамотно тренироваться, это да. А что-то где-то у него, я слышал там, кстати, про форум, что-то где-то он так заикался, в каком-то своем, ну, вот этом уроке, он там на доске что-то чертил, что-то где-то он там сказал, я помню, про штангистов и про метандостанолом, что ли, ну, ладно. ты вот как выступающий спортсмен, как общающийся с людьми, хоть раз видел, чтобы кто-то смог исключительно себе накачать среднюю часть грудных. А что мне думать о том, видел я или нет, если я знаю сам, что это невозможно? Почему ты, знаешь, на практике пробовал? Ну, потому что, да, у тебя только растет то, что может максимально вот вырасти. Вот у меня и правая грудь, в принципе, от природы меньше. У меня здесь именно ключица, где вообще мяса нет, а на левой все мощно. А тут нет мяса, и оно у меня вот просто, на какой бы массе я ни был, оно просто увеличивается, но это место все равно всегда меньше, и ключица голая. Как бы я не изолировал, поверь, я столько всего делал, у всех все спрашивал, я поэтому тебя и спросил, потому что... Я даже в это место гормон Росток ставил, ты не поверишь, вот прям сюда. Да, то есть, все, я уже думал, что делать с этим местом, ну, потому что я же хотел на логике, я так идеально. Многие люди, которые считают себя тоже учениками Силуянова, они читают сейчас современные исследования и пишут о том, что вот такая гипертрофия возможна. Даже если она возможна, в принципе, Стефан говорит, что тоже это как бы возможно. Так это гипертрофия, а мы говорим, наверное, о гиперплазии, да, потому что гиперплазия, это когда появляются новые мышцы, а гипертрофия, это просто увеличение. Но я не заметил гиперплазию, я заметил ее, но форма все равно осталась та же, она больше стала. Мог ты гипертрофировать, к примеру, какой-то отдельный пучок бицепсов путем выполнения определенного упражнения? Ты же знаешь, многие считают, что можно и внешне, и внутренне прокачивать отдельно. У меня вот как не было пиков, так и нету. И вот у моего брата родного, он на год меня старше, у него бицепс, вот такой пик, как у Арнольда. Я бешусь все время, говорю, как? А он не занимается толком, как бы вообще. А самый простой пик, знаешь, в чем, что ты же и Арнольда знаешь, видел? У Арнольда такой пик, только на правом бицепсе. На одной. Да, я это знаю, поэтому и позы у него специальные такие обманывали. Ну, красивые, но он всегда только в них встал. Я считаю, что даже если, я не отрицаю, что такое есть, может быть, это микроскопический раз. Во-вторых, об этом не нужно говорить, чтобы основную массу людей не вводить в заблуждение, чтобы люди не искали какие-то обходные пути, как сейчас все любят искать волшебную таблетку, пилюлю. Должно быть четкое понимание. И все любят говорить, мы все разные. Друзья, мы все родились здесь, мы не прилетели с разных планет. Джордж подтвердит, я согласен, что питание для всех разное, потому что вот эти процессы, которые там проходят в организме, у всех у нас разное наличие бактерий. А бактерии, в первую очередь, химический состав определяют. Поэтому, друзья, когда вы и вам кто-то говорит, что вы вот такой супер индивидуальный, вам эти упражнения подходят, а Джорджу нет или наоборот, то это полная чушь. Приседания подходят всем. Естественно, будет разное немножечко. Нет, ну а мне задали вопрос, а вот если в грудном отделе проблемы, да, тоже там грыжа, что с приседаниями делать тогда? Ну, мы же не говорим вообще, когда говорим в общем о больных людях. Друзья, естественно, когда у вас какие-то проблемы, вы должны подбирать индивидуальный для себя вид тренинга. Но опять-таки, у меня грыжи и в грудном, и в поясничном отделе. Я и приседаю и тяну. Если вы грамотно подходите к тренингу, грамотно тренируйтесь. Но ведь ты сам в начале видео сказал, что мы психи или кто ему там. Да, да, да. Нет, ну у меня были боли, и я на время отказывался, я проходил реабилитацию. Но, кстати, три года меня врачи лечили, лечили, мне становилось только хуже, пока я сам не стал изучать эту тему. И вы знаете, у меня даже книга уже вышла, третья об этом. И более двух тысяч человек уже получили. А что ты думаешь о Бубновском? Ты знаешь, это лучше, чем ничего не делать, но мне не помогла его методика, и я единственное не согласен. На мой взгляд, у него очень резкие движения. А когда человек болеет, и тем более таким с позвоночником, я против быстрых, резких движений. Здесь все должно быть очень плавно, очень-очень медленно. Йога, на мой взгляд, гораздо лучше. Бубновский, это очень большой бизнес, вы тоже должны это понимать. продажа тренажеров, кроссовер, который стоит, к примеру, условно говоря, 10 тысяч, вам будет продаваться за 50. Нужно понимать тоже. Но эти суммы не обращают, это я так к примеру привел, просто что обычный кроссовер купить дешевле, чем купить блок у Бубновского, а это одно и то же. он же говорит, что это он придумал его кроссовер. Многим, конечно, это помогает, мне очень многие пишут, но мне не помогло, и меня насторожило вот это очень резкое исполнение движений. Хотя скажу, что все равно это наверняка лучше, чем лежать попой на диване. Очень много сейчас различных вот таких современных исследований, но нужно понимать, Джордж, я тоже раньше думал, что грыжа первопричина этих болей. Поверь, грыжи есть у наших знакомых, которые никогда об этом не узнают, и они не испытывают ни боли, но в принципе в жизни, наверное, нет ни одного человека в мире, который когда-либо не испытывал какие-то, не скажем, не боли, а дискомфорт в поясничном отделе позвоночника. Это невозможно, потому что баланс мышечных групп, к примеру, мышц кора, если у вас слабее пресс, сильнее поясница, будет болеть поясница. И наоборот, если у вас сильнее поясница, слабее пресс, все равно будет болеть поясница. Понимаете? Это как триггерные точки. Триггерные точки имеют конкретную локализацию, и грамотный специалист всегда знает, где у вас какая триггерная точка относительно части тела. Триггерная точка это не плавающие, друзья, какие-то такие объекты в космосе, как нам преподносят. Нет. Это проекция боли той мышечной группы в определенном месте, поэтому она не называется триггерная точка. Воздействие на нее, естественно, можно снимать, убирать какие-либо проблемы, патологии. Так вот, если у вас болит поясница, в 90% случаях это значит, что у вас проблема с подвздошной поясничной мышцей. Вот у меня болит поясница. Сейчас сижу, и она, знаешь, хочется вот так растянуться. Это жесть. у меня постоянно это. А если ты вот так скукоживаешься, то у тебя проходит боль, да? Да, мне так, ну, конечно. Это говорит о том, что конкретно у тебя подвздошно-поясничная мышца натружена. Я сейчас сделаю серию роликов, как... У меня так с детства, кстати, вот я как начал качаться именно. Вот, потому что мы не умеем растягивать. Это ты же понимаешь, это такие маленькие внутренние мышцы, которые растягивать специфическими движениями. Люди не знают, не умеют. А если у вас боль в пояснице с прострелом через ягодицу по бицепсу бедра до колена, как было у меня, или... У меня тоже так было. Или как у многих людей с прострелом до ступни, это говорит о том, в первую очередь, что у вас грушевидная мышца тразмирована. Я катался на ней, я таким мячиком, знаешь, таким жестким, прямо на ней так. Так что не пропустите, друзья, я собираюсь скоро, сейчас сначала напишу статью, а потом... Слушай, а за чего спазм грушевидной мышцы? Это же мышца, по сути, да? Да. А почему спазм? Это такая мышца, к примеру, мышцы, которые нам служат для движения, они... Постоянно мы их как бы в процессе тоже растягиваем. Даже если не даем им нагрузки, но они тоже спазмируются. А мышцы, которые служат для того, чтобы удерживать скелет, там, или наш весь, все тело в положении вертикальном, они всегда напряжены, в основном всегда, когда мы что-то делаем. И если у нас еще сидячая работа, они спазмируются. То есть, получается, они получают нагрузку, притом не получают той физической нагрузки, которая нужна от физкультуры, и происходит спазм. Ведь никто не говорит вам о том, что спазм чаще всего происходит у людей, которые вообще не тренируются, а ведут сидячий образ жизни. О чем это говорит? О том, что не до получая необходимой нужной нагрузки, мышца не только атрофируется, она может и спазмироваться. И что страшно, спазм происходит не симметрично в каждой, и в левой, и в правой части. Почему проблемы грыжи возникают? спазмирован у вас, к примеру, правый отдел, вас перекосит, и со временем появится грыжа. Их нужно убирать. Если вы тренируетесь, вы обязаны перед самим собой хотя бы один-два раза в неделю посещать массажиста. Друзья, не мануальщика, никакого. Не мануальщика. Массажиста, который вас промнет очень глубоко в мышцах. А почему ты считаешь, не надо именно мануальщика, а именно массажиста? Потому что как-то я вот ходил к массажисту, и у меня наоборот, то ли у меня снялся спазм мышечный, и у меня заболела грыжа, но у меня как-то, короче, боль была какая между лопаток, я даже не понял. И конкретно вот я ослабился очень сильно, а потом такой раз, и боль. Во-первых, когда происходит боль, ну, снимается спазм, да, ты принимаешь положение, которое должно у тебя быть, но заметь, когда у нас спазм, ведь страдают другие мышцы, потому что мышцы-синергисты берут на себя работу этих мышц, потому что та мышца спазмирована не работает. И потом, когда ты приходишь в нормальное для себя состояние, те мышцы, они которые, они перетружены, им это тоже уже становится некомфортно. И вот так, цепочка за цепочкой получается такая вот ерунда. Но почему нельзя ходить к мануальщикам? Друзья, я это говорю, меня ненавидят все мануальщики. Только потому, что даже вы можете быть магистром космических наук по мануальной терапии, это не гарантирует, что где-то чуть-чуть вы ошибетесь, и человек не получит травму, а может даже умереть. В России такой статистики нет, друзья. А остеопаты? Ну, это пример одно и то же, но остеопат хотя бы учится в медицине. Это больше. Я ходил к остеопатам, там нет таких, мануалка может иметь место, если это мягкая, такая, знаешь, обычно же тебя как бы раз там резкими движениями с щелчками в шее, в позвоночнике, это очень опасно. Так вот, друзья, проверьте меня, посмотрите, есть статистика в открытом доступе в Америке, как в культурной стране, в России этого нет. Только от воздействия мануальщиков на шейный отдел позвоночника в Америке ежегодно умирает минимум 30 человек. Минимум. Продолжайте ходить с мануальщиком, я никого не отговариваю, я даю вам информацию. Если у вас есть мозги, вы должны ее услышать. Это, знаешь, как с гильотиной. Ну, многие люди понимают, воспринимают, что нельзя его делать. И не важно, какая техника, это в любом случае вредит суставу, потому что акромион, давит, да, перетираются. Ой, бля, Егор, я столько вижу каждый день этого ужаса в зале, и вот как мы начали с тобой вот эти вот эфиры, я стал еще острее это замечать, и я уже думаю, блин, вот я влез в это. Да, и печально, реально вижу просто, ну, 70% людей в каком-то астрале находятся в своем, со своими упражнениями какими-то волшебными. знаешь, что печально еще, во-первых, в основном, что самое печальное, эти люди тренируются с инструкторами, и как бы мне моя этика не позволяет подойти и говорить, вот твой тренер, там, тупой ты делаешь неправильно, но я иногда себя пересиливаю, но поверь, из 100 случаев в одном случае человек только тебе реально благодарен. В основном все думают, что ты доебался, иди отсюда, особенно тренера. Причем, знаешь, даже в моем собственном зале. Это видно по глазам. Я буквально недавно, позавчера... Не, ну я-то, я-то, видишь, работаю с ребятами, поэтому я как бы никому ничего не говорю и не хочу говорить. Зачем, как бы, знаешь, ну, это их дело, это их методика. Может, он в Спасокукоцкий тоже там что-то придумал. Как бы... Ну, в Спасокукоцкого тоже же люди получают результаты плохие. Ну да, да. Значит, имеет место быть. Ну вот, буквально, например, на днях был, у меня в зале две девочки, там, одна черная, одна белая, симпатичные такие девчонки. Обратил внимание, что они делают горизонтальную тягу, делают, знаешь, и тянут, не опуская локоть вниз, приводя лопатки, а тянут на себя, по сути, как бы работая на заднюю дельту. Я объяснил, как нужно работать на широчайшей, чтобы нагрузка именно била широчайшей. Они по-моему, о, спасибо, классно. А что наш тренер нам это не говорит? А он стоит рядом, я его знаю, мы с ним нормально общаемся, а я не знал, что он их тренирует, так бы я не сказал, потому что, и он такой, знаешь, смотрит на меня. Ну, он подошел такой, потом раз там, подправил, вроде как бы, все нормально. Но по глазам я понял, в глазах было, в кули ты лезешь вообще. Понимаешь? А многие, многие мне пишут, что вот ты обсираешь, показывая те или иные упражнения, как люди выполняют, подойди и скажи. Друзья, вы просто не понимаете, вот подойдешь, и чаще тебя просто посылают, либо напрямую, либо ты зачитаешь в глазах. И зачем мне это надо? Мне проще давать информацию, у меня же есть соцсети, у меня есть YouTube канал, где я могу это озвучивать. Те, кому это нужно, я не услышал. Слушай, еще извини вопрос, пока не забыл. Вот эта лавка, как он назывался, он вообще, по-моему, римский стул раньше, где пресс качает. У нас в зале их аж три или четыре стоит. У меня теперь это рыбное место, потому что, ну, когда я вижу потенциального клиента, не ко всем, но когда я чувствую, ага, я подхожу, я аккуратно говорю, ну, как спина, а не болит? И начинаю разговорить с этой моментой, как бы, да, что это упражнение вредное, и начинаем там, либо шарик, либо там на коврике показываю что-то. Либо хотя бы скручиваетесь, не поднимайтесь, ведь люди хотят задраться туда, высоко. Да, я ему говорю, зачем вы поднимаетесь сюда, что он это дает? Да, то, что, то самое, я к тому, что у вас в зале тоже, наверное, стоит эта штучка, римский стул. Один, но я его больше использую. Но много кто вот так поднимается тоже, Тренера, тренера дают это упражнение, люди делают. Я его использую, оно очень удобно, у меня болят плечи, а я люблю французский жим. Он у нас такой низкий, знаешь, он практически как бы на полу. Я выставляю такой угол обратного наклона, он практически минимальный. Но когда я ложусь, я прям с пола беру штангу, у меня минимальный дискомфорт в дельтах. Ноги закреплены, корпус хорошо держится. Идеально вообще получается прокачка. Класс. Такие вот дела, друзья. Слушай, а девочкам не надо же французский жим делать или надо? У них же суставы не такие мощные. Если они не могут подтягиваться, то зачем вообще им что-то делать на трицепс-другое? Не подтягиваться, а отжиматься. Отжиматься, да. Ведь отжиматься легче. И те, кто не умеют, знаешь, что я даю? Я им даю между двух лавок отжиматься, ноги на полу. И то многим тяжело. Но это все равно лучше, чем им делать какую-то другую... А вот это знаешь, когда трицепс за спиной, руки на лавке, а ноги на другой лавке. Так знаешь, чем опасно? Потому что у тебя, хоть не хочешь, таз выходит вперед, плечевой сустав принимает очень растянутое положение и есть риск повредить себе ротаторную манжету. У меня, кстати, сейчас ротаторная манжетка повреждена. Я делаю становую 160, вот когда, неделю там назад. И я, когда поднимал, вот так делал плечами. Нельзя же так, Джош, ты должен... Да! Я был на таком кураже, я вообще думаю, я сейчас эту штангу загну тут. А я так давно не делал этого. И я такой, да, надо же еще видос записать. Эх, давай, блин. И все, и теперь реально вот мне вот эту руку вот так выше параллели не поднять сейчас. Хотя все, борюсь, там я нормально, а вот именно руку не поднял. Но ты делаешь упражнения на ротаторе? Они только меня спасают, иначе вообще боли страшно. Сейчас я не могу делать, потому что болит руками, даже не сделать ротаторное движение пока. Я через боль делаю, но я делаю в кроссовере. А, что? Прямо с очень-очень легким весом. Да, я тоже, я стою так боком и тяну сюда ее. Да, да. А потом наоборот, отведение. Делай даже через боль. Но не на усиление боли, а именно вот если боль есть, ничего страшного, делай, она у тебя быстрее пройдет. Но вернее... Ну я знаю, я с резиночкой делал сегодня. О, резина еще лучше. Резина это... Да, я знаю, я же все залечиваю резинами, когда что-то где-то болит. Резина это лучше. В мировом спорте реабилитация спортсменов проходит только с амортизаторами. Это, скорее всего, единственное полезное использование резины. Они выпадают гуськом, как девочки ходят и думают, что у них будут огромные ягодицы. Да, да, да. Это просто смешно вообще. Ты что, знаешь, я начал уже ругаться с какими-то бикиняшками на эту тему, они там меня уже там посылают, называют меня мужчиной там каким-то... Ну, на личное уже переходит. Типа, вы ужасный мужчина, что вы с женщинами тут спорите? Типа, писками с женщинами. Когда нет аргументов, они сразу начинают, что вы что-то хам там. Какой хам? Я пытаюсь тебе, чтобы ты не навредила себе. А ты не видел мой пост. Я был в шоке. Одна из выступающих, причем, ну, нормальных спортсменок, выложила у себя пост. Я его скопировал, выложил, но обрезал голову, чтобы мне опять не прилетело там, знаешь, много говна. Что-то такое я видел. Она, это, одела корсет и еще затянулась тяжелоатлетическим поиском. Это вообще пиздец просто, друзья. Напишите там что-нибудь, какой-нибудь комментарий тоже. Это просто так. А она написала тебе что-нибудь? Не, она не видела еще пока, ей никто не сказал, но скажут. Просто она это преподносит и расписывает, как раз таки видно, что человек вообще либо не понимает, но либо это делает ценно-направленно, потому что в конце, в конце ссылочка, где покупать эти корсеты. А, ну я понял. Сейчас, одну секунду, я приведу, одну минуту. Ты пока поговори. Да, друзья, поэтому всегда, всегда изучайте сами физиологию, анатомию. Сейчас это все в очень таком доступном, интересном формате преподносится и на YouTube, и учебников очень много. И вы будете сами понимать, где чушь, где глупость. А ведь, что может быть важнее, чем сохранение нашего здоровья? А сейчас чуть ли не каждая вторая сконяшка пропагандирует вот эти крайне вредные корсеты. Корсеты, пояса, ходить в них всю тренировку, а корсеты многие рекламируют и пропагандируют, что нужно носить еще в течение дня. Это просто страшно, на мой взгляд. Это очень страшно, на мой взгляд. О чем вы говорили? Слушай, знаешь что, это предтреник меня заставил отойти, вот, блин, польги работают хорошо, да. Забудь о предтрениках, это очень-очень страшная вещь. Да я тоже, я чувствую после него такую, знаешь, психика измотанная такая, такое раздражение, ну, неприятные ощущения. И аргинин, тебе это поможет, потому что гармошка будет выделяться лучше. Я помню, я же его пью одно время, очень много, часто. Именно чистый, такой горький, противный в порошке. Только такой покупайте, друзья. Думаешь, в порошке надо, не в капсулах? Нет, в капсулах ничего не покупайте, потому что производители используют, к примеру, будете покупать BCAA в капсулах, да, а это может быть просто прессованный протеин. А, я понял. Это выгодно, нет. Вы должны, если покупаете BCAA, покупайте максимально без вкуса, без ничего. Вот они должны быть противными. Вы быстро привыкнете, но вы будете уверены, что вы покупаете то, что нужно. Вы должны понимать, что это дорогостоящие производства. И, конечно, недобросовестные производители используют любую возможность как-то что-то где-то снизить. Как машины сейчас, почему становится хуже? Потому что цель снизить затраты, убирается очень много хороших, качественных материалов, заменяется на всякую чушь. Так же, как и с зубными имплантами. Вон там, люди, кто в советское время в армии поставил, до сих пор там живут с ними уже им там 70 лет. А сейчас современную пломбу поставишь там, она прослужит, пока гарантия есть, потом падает, ты идешь снова. все. Как человек питается, наверное, еще, грызет. Да, жесть, конечно, что происходит в мире. Поэтому, друзья, вы должны быть в первую очередь ответственны перед самими собой. А если вы тренер, если вы взяли на себя смелость, ответственность тренировать других людей, вы, как никто другой, обязаны прислушиваться ко всему этому. И даже если где-то что-то, информация вам кажется не совсем достоверной, к примеру, не верите вы, что машина Смита в классических приседаниях вредна для девочек. Но не давайте ее все равно, ведь есть шанс навредить женскому здоровью. А зачем это делать? Слушай, но у меня клиентка говорила, что у нее от гаг приседаний в машине Смита, когда ноги вперед, да? Ну, вот, грубая, яичники болели. Да. Хотя это облегченный вариант, и его разрешают делать. Нельзя делать именно когда у вас классические ноги под грифом, вы приседаете, но на самом деле гаки, это тоже не всегда естественное движение. Если вам некомфортно, то выполняйте его. я даю всегда, у меня присед выпаду со штангой, как ты относишься к выходам? Да шикарно, и румынская тяга вообще. Да, вот, это все, это основное упражнение, которое я даю. Причем по 8, по 10 подходов можем сделать, но плодотворно, спокойно, знаешь, так, и все, что еще надо там. Если человек пришел, не разобраться. Остальное все, оно как добавки, вот это, знаешь, разведение там в тренажере, там, окей. Конечно, если есть время, если есть силы, можно сделать, но если вы хорошенько выложились в базе, вам, в принципе, изоляция, как бы уже и не понадобится. Я полностью согласен. Я точно такого же придерживаюсь принципа, и очень много клиентов теряю из-за этого, потому что многие люди приходят, знаешь, уже со своими знаниями, непонятно вообще, зачем они обращаются к тренеру. Но если ты ко мне обратился, попробуй хотя бы потренироваться по тому, что я предлагаю, а потом уже оцени результат. Хотя, знаешь, я вот сам вспоминаю, когда готовился к Арнольду, я вот утром шел на кардио, на Тащак, ну, как Тащак, выпивал там протеина или БЦА, и делал 60 минут по лестнице, знаешь, вот тренажер-лестница. Вот в Америке он везде практически. Это самый лучший, да? Да, да, это самый тяжелый и лучший, вот как бы, с него реально льет. И я целый час ходил на Тащак, вот, потом слезал, шел на тренажер для разведений, вот этот, садился в него, отводил там до ума помрачения, вставал и сразу сжимал мячиком фитбол, чтобы вжать ягодицы, и вот так стоял статически секунд 20. Разжимался, 10 секунд отдыхал, опять сжимался. И потом опять я опять прыгал туда разведение, и у меня вот таким нонстапом, потом пресс, икры, и ухо. Аэробика, силовая аэробика. Практически, да, но вот мне надо было, чтобы прожаться, просохнуть. Я прожимал, знаешь, есть в бодибилдинге такая тема, ближе к соревнованиям нужно позировать как можно больше, там, позы. Я никогда этого не делал, я это ненавидел, потому что я уставал, я так упахивался, что это уже все. И я что делал? Я прожимался на тренажерах, потому что, по сути, это нужно, чтобы прожаться, ну, именно прожать мускулатуру. Я это все делал на тренажерах. То есть, привел тренажер, там, тяга сверху к груди, и просто вот на момент статически напрягся с этим весом, ну, со средним весом, не с большим. Вот и все, я вот таким образом прожимался, а многие мучаются там, позируют. Надо здесь пояснить, чтобы быть честным, все-таки ты сидел на фармакологии, поэтому на тебе кардио пережигало жир, а сахар. Да, ну, это и понятно, по умолчанию человек готовится к этому. Надо говорить, потому что, поверь, многие это воспримут. Если я скажу, на чем я готовился, там вообще уши в трубочках свернутся. Основные доводы какие, но ведь профессионалы это делают, понимаешь, и ты людям не объяснишь. Давай тогда сделаем уже заключение, потому что мы час мне показывает, что через минуту отключится. Окей. Друзья, спасибо, что заходите, я думаю, вам интересно. Джош, спасибо тебе тоже, что поддерживаешь такие эфиры. Мы по вторникам будем... Давай, да, я просто в вторник не успел, я видел, ты там с Монтаной. Да, я его позвал там. А Монтана не знает, что такое ритаболил, ха-ха-ха. Да. Ну что, друзья, пишите ваши вопросы, какие вы хотите, чтобы мы в следующий раз обсудили. Всем пока. Хорошего дня. Все, до встречи. и до позитивного настроя. Пока. Все, пока. Так что, друзья, тоже прощаюсь с вами. Спасибо, что смотрите. Привет вам из солнечной, теплой Фориды. Приезжайте в гости, пишите вопросы, делитесь обязательно видеороликами в своих соцсетях. Это очень помогает, каналу раскручиваться и помогает мне в плане мотивации делать для вас новые видеоролики. Всем пока. Игорь Негода. Пока. Спасибо.